Друзья, привет! Мы с вами давно не виделись. Сегодня прямое включение с довольно-таки интересной темой, как мне кажется. Давайте вместе постараемся разобраться. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, как принять себя, как принять свои недостатки, как принять свои неидеальности и как принять неидеальность своего партнера, неидеальность мира, неидеальность в отношениях с другими людьми, в дружеских отношениях в том числе. Давайте разберёмся вместе. Меня зовут Ира, я практикующий психолог, да, вы у меня на канале сегодня, мне очень приятно, спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши комментарии, меня это безумно поддерживает, я это очень-очень ценю и просто спасибо вам от всего сердца и от всей души. Давайте тогда перейдём к делу, да, я предлагаю сейчас посмотреть, точнее погуглить, как толкует это слово словарь, да, чтобы мы понимали, да, слово принятие, оно, конечно же, исходит от слова принимать, соглашаться, сделать что-либо своим, включать что-то в сферу своего владения, влияния, понимания. То есть мы включаем в своё восприятие что-то, что мы, возможно, до этого не воспринимали, не понимали. Принятие как раз-таки включение. Давайте посмотрим теперь, что такое принятие именно с психологической точки зрения. Для меня, как я сама это понимаю, да, это смирение с безвыходностью, это признание реальности со всеми вытекающимися недостатками, да, с неидеальностью этого мира, с неидеальностью человека, каких-то отрицательных сторон. Он просто принятие, да, оценивание без оценок, вот, безоценочное, точнее, безоценочное видение реальности вот просто такой, какая она есть, да, вот, грубо говоря, тезисы, факты без оценок, то есть мы туда не добавляем эмоций. Но при этом это принятие реальности со всеми недостатками и эмоциями, потому что некоторые эмоции тоже нас не удовлетворяют, да, и мы некоторые эмоции считаем, что это наше отрицательное качество, но это не так. Мы принимаем и эмоции в том числе, мы принимаем эмоции свои, мы принимаем эмоции другого человека. Вообще, в целом, то, что есть в мире, понять свои недостатки, да, смириться с тем, что вот по-другому на данном этапе сейчас не будет никогда, что это безвыходная ситуация, то есть это какая-то крайняя точка, где я просто, всё, я сдаюсь, я принимаю, я больше не могу этому сопротивляться, пока что на данном этапе я сейчас не могу ничего изменить, я просто принимаю это как то, что есть, как то, что существует на этой планете, как то, что существует в моей голове. Но давайте посмотрим на принятие ещё немножко под другим углом, да, потому что принятие, как таковое, является финальным этапом в горевании, да, мы все с вами наверняка знаем, а кто не знает, я здесь оставлю где-нибудь. Принятие — это финальный этап в горевании и переживании утраты по модели Кюмблер-Росс. Мы все с вами сталкивались так или иначе, да, это просто есть, даже если мы об этом не знаем, это просто есть в нас, каждый человек проходит тем или иным способом плюс-минус все те же стадии, давайте тогда напомним о них и вообще постараемся понять, как нам всё-таки принять свои недостатки, да, потому что это довольно-таки важно, это даёт облегчение, это даёт такое чувство лёгкости в жизни. Когда ты что-то знаешь, ты можешь этим управлять, ты можешь это контролировать. Когда ты от этого не отрекаешься, когда ты от этого не отказываешься, ты просто знаешь это как факт. Например, мне не очень нравится моя такая часть, над которой я всё ещё работаю. Если у меня плохое настроение, если я агрессирую или если я гневаюсь и меня что-то раздражает, если я нахожусь в компании с другими людьми, скорее всего, я сделаю так, чтобы все это почувствовали, чтобы все увидели, как мне плохо, как я сейчас некрасиво себя веду. Это манипуляция чистой воды. Вот такое качество у меня есть. Что самое интересное, что когда я это про себя осознала, когда я это в себе приняла, у меня сейчас есть возможность это изменить. И я меняю, и я всё ещё продолжаю работать над этим, да, но, конечно, я уже делаю результаты, я уже делаю успехи в этом, потому что я это просто в себе приняла. Я как раз-таки прошла все эти стадии, и сейчас я могу этим управлять и менять как-то своё поведение так, как мне самой будет комфортно, удобно, и, конечно же, как будет комфортно и удобно другим людям. Здесь даже не сколько про других людей, а сколько именно про меня, про то, что мне это доставляет дискомфорт, и я так не хочу себя вести. Но давайте вернёмся, конечно же, к нашей модели. Эти стадии, они в основном последовательно сменяют друг друга, да, и первое, что ожидает человека, это отрицание, да, когда человек узнаёт, что у него какая-то неизлечимая болезнь, в общем-то, психике проще справиться с тем, что нет, такого не могло произойти со мной, только не у меня, у меня этого нет, врачи неправы, да, или там кто-то неправ, или СМИ врут, то есть всё, что я вижу сейчас, это неправда. Это естественный физиологичный для нас процесс, очень важно пройти все эти стадии, да, иногда, конечно, случается, что человек застревает на той или иной стадии, здесь уже важно или обратиться к специалисту, да, к психологу, или, возможно, если человек самостоятельно сможет, или, возможно, какой-то близкий друг ему поможет. Вторая стадия — это злость, когда человек уже осознаёт плюс-минус, что происходит, начинает злиться на то, что могло стать причиной, да, произошедших событий, начинает злиться на то, на других людей, да, возможно, на себя, на мир в целом, что это произошло. Следующая стадия — это торг. Человек ищет возможные компромиссы, то есть он начинает стараться что-то делать, да, или если это болезнь, то он начинает находить разные варианты, типа, нет, я не готов сейчас умирать, я должен сделать то-то, 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 попробовать то-то, то-то, то-то. Я должен сделать определённый перечень каких-то действий, которые меня приведут к тому, что у меня было до этого события, да, или до этого происшествия. То есть человек хочет вернуться в ту реальность, которая была, пока что не принимая ту реальность, которая есть на данный момент. Следующая стадия, предпоследняя стадия депрессии, когда человек уже понимает, что реальность та, которая была, она невозможна, что обстоятельства изменились, что внутренние качества изменились, что человек сам изменился. Это приводит к отчаянию, к унынию, к какой-то горечи, к страданию, и вот это тоже довольно важный период, который стоит прожить. Хорошо, если у человека будет поддержка, да, извне, или там специалисты, или близких людей, которые смогут оказать эту поддержку и побыть рядом с человеком. На этой стадии чаще всего застревают люди, на стадии именно как раз-таки депрессии. Но это та стадия, которая помогает переосмыслить ситуацию. Приходит то понимание ситуации, то как раз-таки следующая стадия — принятие. Принятие — это стадия, когда человек замечает реальность такой, какая она есть, он замечает изменение этой реальности, он замечает ограниченность реальности, он замечает изменения в себе, изменения в других людях. Он понимает, что ему придется справляться с теми обстоятельствами, которые есть сейчас, либо искать помощь, да, как с этими обстоятельствами или с этими ограничениями справиться. Да, чтобы нам принять свои недостатки, нам по факту важно как раз-таки пройти все эти стадии. По-другому мы просто не сможем, вот не произойдет это по щелчку. Дайте просто себе время, проживите, да, посмотрите еще раз на эти стадии, посмотрите, в какой стадии, возможно, вы где-то застряли, возможно, вы еще даже не начали проходить эти стадии, да, но если вы зашли на это видео, если вы его смотрите, то, скорее всего, вы задаетесь этим вопросом, это для вас актуально. В таком случае я вам рекомендую еще раз перечитать эти стадии, ознакомиться и посмотреть, что вам нужно для того, чтобы полностью принять недостатки свои, свои отрицательные качества, недостатки этого мира, несправедливость этого мира, неидеальность своего партнера, неидеальность своих родителей. Следующий момент, который тоже, мне кажется, очень важным, который нужно обозначить, принимать себя, это не значит поощрять в себе что-то плохое, что нам не нравится, или как-то оправдывать свои негативные качества. Как будто бы принимать себя, это про дружеское отношение к себе, да, это про поддержку себя, то, чтобы не избегать, про то, чтобы не отрицать то, что есть в нас. А когда мы принимаем, когда мы не отрицаем, мы можем это контролировать. И тут уже возникает момент, который я обозначила ранее, да, я бы привела в пример свою историю, что когда мы не избегаем, когда мы можем контролировать, мы можем менять поведение, да, вот мне не нравится моя определенная черта, я над ней работаю, вот. Я не могла над ней работать, пока я еще не осознавала ее, пока я не принимала ее, пока я в поле своего восприятия не вывела это как, да, это моя отрицательная сторона, она мне не нравится, мне не нравится, когда другие люди это делают, я бешусь, когда они это делают. Если это есть во мне, почему бы и не изменить это? А я могу это изменить, я могу работать над своим поведением, я могу работать над своим восприятием реальности, восприятием ситуаций, в которых почему-то я выбираю вести вот так, а не по-другому. Принятие — это не про любовь своих недостатков, я не говорю сейчас про позитивное мышление, про то, что вот я люблю там все свои недостатки, я люблю, когда я так поступаю, нет, я не люблю, меня это бесит, я не люблю, меня реально раздражает, когда я так поступаю, причем иногда это происходит бессознательно, и я только потом уже, впоследствии, когда переосмысляю, когда вспоминаю, я думаю, блин, ну ладно, вот это произошло, да, я буду иметь в виду. В следующий раз, когда произойдет что-то похожее, я уже буду владеть ситуацией и постараюсь справиться с этим по-другому. То есть это не про любовь какую-то безусловную, это про то, что это просто есть, да, оно мне не нравится, да, оно может меня бесить, но это есть. Это определенный уровень, до которого человек доходит, да, осознанности, можно так сказать даже. Это можно корректировать, можно работать над этим, но ведь чудо же, ну правда чудо. Я обожаю, как это работает, не знаю, сложно, очень сложно, очень болезненно, но вот реально чувствуешь такое облегчение, вот как будто камни просто сошли с плеч и так хорошо, и так легко. Да, я это знаю про себя, да, это есть внутри меня, но сейчас вот так. В будущем я это изменю. То есть в будущем будет по-другому, потому что сейчас я выбираю это менять, если я этого захочу. Если я этого не захочу менять, потому что иногда, давайте будем откровенны, наши отрицательные стороны, наши какие-то недостатки, они могут нас как-то поддерживать, они могут нас делать успешными, они могут помогать нам зарабатывать деньги, да, строить отношения. Возможно, это станет даже положительным каким-то качеством человека. Что вы думаете об этом? Кстати, напишите, как вы думаете, можно ли негативные качества или какие-то недостатки сделать своими достатками или сделать это каким-то своим позитивным качеством. Напишите в комментариях, очень интересно с вами будет порассуждать на эту тему. На опыте моих клиентов и на моем опыте я вижу, насколько это болезненно, насколько это сложно выйти из этой иллюзии и войти в реальность вот такой, какая она есть. Это сложно, это занимает... Это занимает время, да, это занимает время. Кому-то нужно больше времени, кому-то нужно чуть меньше времени. Кто-то справляется с этим за неделю, кто-то справляется с этим за несколько лет. В этом нет ничего плохого или хорошего, вот просто это индивидуальные такие особенности человека, потому что мы все уникальные, мы все индивидуальные и все является нормой. Я замечаю, что некоторые клиенты ловят сопротивление, да, когда мы начинаем углубляться в реальность, потому что жить в иллюзии комфортно, жить в иллюзии приятно. И жить в своих вот этих убеждениях, сформированных, да, десятилетиями, годами, конечно же, безопаснее. Безопаснее, но не комфортнее. Когда я встречаюсь с сопротивлением клиента, я его не добиваю, я не давлю, я наоборот, мягко, я понимаю, что на данном этапе клиент может продвинуться вот настолько. Значит, мы будем продвигаться настолько, насколько ему самому будет комфортно. Я полностью адаптируюсь под клиента, я не приверженец экстремальной психологии, да, когда берут напором. Мне нравится работать с клиентами мягко, мне нравится работать в том темпе, в котором сам клиент может и ощущает себя, ощущает, что вот сегодня он готов продвинуться там на одну ступень, да, или на четыре ступени, или на десять ступеней. Для меня это очень важно, потому что я сама такой человек, для меня важно подстраиваться, для меня важно, чтобы, да, и мой психолог тоже под меня подстраивался, и если я сейчас не готова идти в какую-то тему, значит, я не готова, и значит, я не хочу, когда я буду готова, я сама к этому приду. Тут спешить абсолютно некуда, и я рекомендую вам не спешить, потому что все-таки мы работаем на долгосрок, мы работаем над тем, что мы потом будем это применять в течение всей своей жизни. Приняв реальность однажды, мы уже не захотим вернуться в иллюзию, она все еще будет в нашей голове, то есть это тоже важно, что мы не забудем ее, она все еще будет в нашей голове, но реальность нам будет приятнее, даже несмотря на то, что могут происходить какие-то сложные моменты, но мы научимся справляться с этим. Не избегать, не подавлять, и напоследок я бы хотела дать такие более практические способы, как можно все-таки справиться. Я предлагаю выполнить вам следующее упражнение. Чаще всего недостатками, да, человек считает все-таки свои внешние проявления, да, или это люди, которые фиксируются на своей внешности, в том числе с расстройствами пищевого поведения, непринятие своего тела таким, какое оно есть, непринятие старения, непринятие каких-то дефектов кожи, конечно, не только телесное, но и ментальное. Я предлагаю вам начать именно с тела и выполнить такое упражнение, попробовать посмотреть на свое тело под другим углом, да, потому что все начинается с тела. И чаще всего, даже если человек расценивает свои недостатки какие-то ментальные, есть все-таки пробелы в принятии своего тела. Я предлагаю вам раздеться, желательно, конечно же, полностью, да, возможно, выбрать комфортное для вас время остаться, да, наедине, подойти к зеркалу, раздеться, чтобы вы чувствовали себя довольно-таки комфортно, спокойно, поговорить с собой, побыть с собой, да, устроить себе такую мини-медитацию, вот просто выделить время, определенное на себя, и понимать, что вот сейчас вы останетесь наедине с собой, вы сделаете это для себя, как знак заботы о себе. Я предлагаю вам встать перед большим зеркалом, да, где вы сможете увидеть себя полностью. Посмотрите внимательно на свое лицо. Комфортно ли вам? Что вы чувствуете? На самом деле большинство людей не могут смотреть на свои части тела, потому что считают их какими-то плохими, несовершенными, некрасивыми, худыми или, наоборот, толстыми. Вот, поэтому просто посмотрите на себя, отследите, что вы почувствовали. Возможно, откройте даже список чувств и вычлените те чувства, которые вы испытали, как вам кажется. Насколько вам комфортно, насколько вам дискомфортно. Рассмотрите свое тело, рассмотрите свои видимые органы, да, там нос, глаза, уши, губы. Посмотрите, в какой момент вам наиболее дискомфортно. Видите ли вы какие-то признаки старения, да, вызывают ли они у вас дискомфорт или вообще какие эмоции у вас это вызывает. Может быть, вы хотите медленно одеться или убежать, или отказаться от этого упражнения. Хотите ли вы отказаться от каких-то частей тела? Или, возможно, вы хотите отказаться от всего тела? Или, возможно, вы вообще не хотите отказываться? Вы просто знаете, что все ваши части тела нужны, важны и имеют большую роль в вашей жизни. Попробуйте сделать во время упражнения над собой усилия и, продолжая смотреть на себя в зеркале, скажите себе, «Я принимаю себя целиком и безоговорочно, несмотря на все мои недостатки». Дышите глубоко, ровно, продолжайте смотреть на себя и повторять эту фразу. Постарайтесь понять, что вы вкладываете в эту фразу. Постарайтесь прочувствовать ее и постарайтесь не отвлекаться. Вот такое упражнение. Это первое упражнение. Второе упражнение больше на списке. Попробуйте написать свои просто позитивные и негативные качества. То, что вам не нравится в вас самих. То есть все ваши плюсы и все ваши минусы. Постарайтесь сделать это безоценочно, да, не оценивать там, вот у меня ляжка, но она такая тупая, некрасивая ляжка. Вот тупая и некрасивая — это уже оценка. Постарайтесь просто написать, если вы еще сами считаете, что у вас там ляжка какая-то не такая, напишите, вот там «моё отрицательное качество» — это ляжка. Или «моё отрицательное качество» — я недостаточно четко излагаю свою мысль. Может быть, у кого-то такое будет, отрицательное качество. Или «моё отрицательное качество» — я заставляю людей испытывать то же, что испытываю я сейчас. Да, может быть, как положительное, кстати, такое отрицательное качество. В зависимости от того, какие эмоции испытывает сам этот человек. Вот поэтому вот такие упражнения я вам предлагаю. Еще, наверное, такой важный, заключительный момент, который я бы хотела обозначить. Скорее всего, не настанет такого момента в жизни человека, каждого, когда вот он просто признает, что вот есть все мои недостатки, и я всех их знаю, всех люблю, и, в общем-то, жизнь хороша. То есть, скорее всего, мы будем сталкиваться с этим на протяжении всей нашей жизни, и просто вопрос, что если вам сейчас доставляет это большой дискомфорт, вопрос научиться с этим справляться, чтобы в будущем с этим справляться было проще, легче, и жизнь можно было прожить более качественную. Не просто количественную, да, там, измеряя каждый год своей жизни, а жизнь более качественную, да, не выйти из рамок, ограничивающих в своей голове, вот, как будто бы это важно, чтобы вот именно качественно прожить свою жизнь. И я вам желаю искренне, вот искренне от всего сердца, от всей души, я желаю вам как можно скорее справиться со всеми вашими трудностями, принять все недостатки вашего другого, вашего любимого человека, да, потому что, когда мы принимаем недостатки свои, мы также и готовы принять и столкнуться с недостатками другого человека, да. Просто мы можем выбирать какие-то есть недостатки, которые, с которыми мы готовы мириться, какие-то есть недостатки в другом человеке, с которыми мы не готовы мириться, и, соответственно, этот человек нам не подходит, и мы с ним прощаемся и расстаемся. Желаю вам скорее пройти этот путь, да, скорее пройти все эти стадии и дойти до стадии принятия, почувствовать легкость, наполненность, увидеть краски, не пугаться своих эмоций, не пугаться своих чувств, да, а дать себе время, разрешить себе быть неидеальным, просто разрешить себе быть неидеальным, вот таким, какой ты есть, не бояться себя, не бояться своих разных граней. Я желаю вам удачи, спасибо, что вы были со мной, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки или даже, может быть, дизлайки, записывайтесь ко мне на консультацию, все ссылки будут, конечно же, в инфобоксе. Вот, поэтому я желаю вам хорошей недели, хорошей жизни, классной, если мы увидели с вами в первый раз и в последней же классной жизни. Если мы с вами всегда и вам со мной комфортно, welcome, я всем рада, спасибо, всех обнимаю, пока!